У животного мочекаменная болезнь, камни в мочевом, острая задержка мочи. Сейчас мы будем делать операцию по излечению камней и, скорее всего, ретростомии. В детстве хотел много кем быть, но тянуло всегда к врачебной деятельности, к хирургии особенно. То есть всегда это вызывало большой интерес. Посчастливилось, что поступил в ветеринарную академию, закончил ее, побыл на третьем курсе на практике в ветеринарной клинике в городе Минске. И мне это очень понравилось, и загорелся этим. Попал на работу сюда, это был 2006 год. Вот с этого времени я до сих пор работаю в этой профессии. Выбор необъясним, так получилось, такое сечение обстоятельств. Ну и всегда больше животные нравились, как-то тянуло к ним. Сначала я работал в Октябрьском районе в клинике, потом меня перевели на Минино, грубо говоря. Это была круглосуточная ветеринарная клиника, там был очень большой поток людей, очень много операций. То есть опыт был там, набирался очень быстро. То есть врач там втягивался за 2-3 недели уже в свою среду. Для молодого специалиста это был колоссальный опыт, даже в простых манипуляциях. И проработал я там вплоть до 2018 года. Открылась ветеринарная клиника в городе Минске, новое подразделение на улице Каховской, 72А. С 2019 года я здесь работаю главным ветеринарным врачом. Как-то страха не было, было много энтузиазма, хотелось все поглотить, все узнать, все освоить. Хотелось каждый день что-то новое, новое, новое. С жаждой профессии была такая, что был адреналин. Но, конечно, когда я перешел на Минино, там был поток очень большой. По 80 человек за сутки. Можно было 40 капельниц поставить в день, грубо говоря. 6 операций сделать и еще 60 человек прием сделать. Это было тяжеловато, но это было интересно. Ну, я ни такого не пасывал, ничего. Мне всегда было интересно это. И не терялся никогда. Всегда самообладание было, ну, даже если это первый раз было. Ошибок много может быть. Сейчас, ведь 21 век, можно всему обучаться, обучаться, обучаться. Но, опять же, в каждой узкой специализации это надо жизни отдать, чтобы быть хорошим специалистом. В ветеринарной клинике работают 5 врачей, ветеринарный фельдшер и ветсанитар. Операции делаем практически все, которые возможны. От кастрации, новообразования, онкология вся, переломы, травма. Косметические какие-то процедуры. Также оказываем стрижку животным. В клинике есть УЗИ-оборудование. Делаем всевозможные, которые делают в городе Минске. Гистологические, цитологические исследования. Постоянные пациенты есть, которые уже лет 10, 12, 14 даже обслуживаются, ходят. Очень много таких пациентов. Больше чувствуется, что владелец очень счастлив, что его питомец жив и здоров. Конечно, это член семьи, поэтому для них это, грубо говоря, самое важное. Собачка, конечно, она когда выздоровеет, у нее самочувствие прекрасное, хвостиком виляет, интерес к жизни проявляется. Дома у меня живет собачка, русский тойтерьер. Всегда были и коты, и собаки. И в детстве каждую неделю я приносил домой то ли кота, то ли собачку, найденыша. Даже мы в ветклинике приютили кошку, стерилизовали ее, сделали все обработки положенные ей, завели паспорт, документ, прививки. Кормим ее каждый день, люди помогают, даже корм приносят ей. Все ее знают, она не боится ни собак, ни котов, она тут как хозяйка ходит. Мы ее пристроили, но ее вернули, сказали, что она не может жить в квартире. Всегда обсуждаем и на работе, и с коллегами, и дома, и с друзьями, даже если где-то какие-то мероприятия, всегда эти темы идти на эту профессию. Везде у кого-то в компаниях есть котик, собачка, и всегда вот все спрашивают, все. Приходится рассказывать, обсуждать, спорить. Были с семьей на отдыхе, и вот даже там пришлось лечить котиков, собачек. То соседи скажут, что ветеринары, то приезжие, отдыхающие приходилось оказывать помощь какую-то там экстренную, терапевтическую. Не говоря уже там, если куда-то едешь в деревню, еще куда-то, постоянно кто-то обращается, что-то случается везде. Был такой случай, инородный предмет у собаки, тамагочи, такая игрушка была. Коллегами делали операцию, и вот она светилась, прямо в кишечнике работала вся электроника. Удава приносили, рысь была, волка приносили, волчонка маленького, лису, ежика. За много лет много кого приносили. Не говоря уже о всех-всех видах птиц, которые на улице, сову, орла лечили. Перелом даже был у орла. Очень много всего периодически приносит. Люди находят и несут, сразу помочь стараются. Тут уже с опытом видно, кто агрессивный, кто не агрессивный, как поведение, какое психологическое в собаке. Собака чувствует, и кошка. Если ты боишься ее, то не сможешь работать. Она сразу тебя прочувствует, и ничего тебе не даст. Да, есть собаки, которые нервничают, холеричные, но с ними надо как-то справляться. То есть, как и у людей, все характеры абсолютно разные. И у кошек, и у собак. То есть, тут уже с опытом приходит это все, общение с ними. Прекрасный врач, прекрасный человек, хороший начальник. Мы даже больше, как друзья, делятся опытом. Мы у него учимся, в принципе, все. Даже врачи, которые имеют опыт достаточно большой, они у него все равно учатся. Очень помогает во всем, в работе помогает. Допустим, стерилизация собаки была, открылось кровотечение, и он пришел на помощь. Причем мне было очень страшно, он вообще не подал виду, что... То есть, он успокоил меня. Самая сложная операция была, это удаление, допустим, селезенки, удаление почки. И даже он делал экспериментальную какую-то операцию, которую только в России делают. Выводил мочеточник в прямую кишку. Таких операций у нас практически не делаются. Владельцы отзываются о нем очень положительно, о своих питомцах. К нему очень много людей идет, к нему со всей Беларуси едут люди. Доверяют здоровью, жизнь своих любимых животных, питомцев. Бывают экстренные случаи, когда или кровотечение, или острая задержка мочи, или лопнула опухоль, экстренно что-то, где надо оказать экстренную помощь, инородные предметы. Приходится делать, кому-то идти на эту процедуру именно в экстренном порядке, иначе до вечера собака или кошка просто не доживет. В каждом случае, конечно, тут еще требуется поддержка хозяев, потому что владельцу не все всегда понятно, что происходит, как это может произойти, чем это закончится, чем это грозит. Как-то его надо успокоить, объяснить, поговорить. Это тоже большой труд, работа с людьми именно. Бывают такие случаи, к сожалению, когда ты бессилен, естественно, ты потом очень долго переживаешь за это. Не хочется ни работать, ни двигаться дальше, но все равно сознаешь, что все бывает в жизни, и надо двигаться дальше. Становиться лучше, лучше, делать свою работу более качественной. Главное в профессии – это любить свою профессию, хотеть идти на работу, учиться, 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 познавать что-то новое, не останавливаться. Врач – это такая профессия, где надо учиться всю жизнь. Для меня это главное. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!